Добрый вечер, друзья! Большой бокс на Первом канале! Приветствую вас в МГМ Гранд, штат Невада! С вами Владимир Гендер! Лайд Мейвезер 38-0, 24 победы нокаута! Рики Хаттер 43-0, 31 победа нокаута! Победы говорят сами за себя, их послужные списки говорят сами за себя. Колоссальная арена в МГМ Гранд, забита под завязку. Самая шумная, самая горластая часть этой публики – это британцы, которые прилетели. На этот бой из Англии. Главное событие вечера, а многие считают и всего боксерского года. Рикки Хаттер, британец, бросает вызов лучшему боксеру мира, вне зависимости от веса. Красавчику Флойду Мейвезер. Вы знаете, в этом городе каждый день приземляется в аэропорту Маккарен 80 тысяч пассажиров. Недавно на Лас-Вегас обрушились 16 тысяч британцев. Я не знаю, как они собирались попасть на этот матч, учитывая, что на них выделено было всего 4 тысячи билетов. Сейчас билет в рингсайде перед этим боем – 60 тысяч долларов. Можете себе представить? Конечно, организована масса таких закрытых просмотров в залах, где билет стоит 50 долларов. Очень много было сказано перед этим боем. Очень много предсказано было. Два предсказания могу вам напомнить. Костя Дзю сказал, что все считают, что Мейвезер должен выиграть этот бой. Если Рикки хочет выиграть этот бой, он должен действовать против Мейвезера так, как он действовал против меня в Манчестере. Майк Тайсон сказал, что должен победить сильнейший, и это должен быть Рикки Хаттон, потому что я не люблю Мейвезера. Мало кто любит Мейвезера. Самого быстрого боксера в мире. Гения защиты. Боксера непобедимого, который не проиграл за всю свою жизнь ни одного боя. Флойд Мейвезер. Его шикарные лимузины, его бриллианты, его норковые шубы, его заносчивость, его самоуверенность и иногда наглость, оскорбительная наглость, они восстановили против этого бойца очень много. Рикки Хаттон совсем другое дело. Он чудостранец в этой стране. Он британец. Вы сами знаете, как в Америке относятся британцы. Ну, к некоторым. Так вот, он еще ничего толком не сделав, стал очень популярный в Америке, потому что Рикки простой рабочий парень, он всячески это подчеркивает. Я представитель рабочего класса города Рикки Хаттон. Лас-Вегас, Невадо, Уэссэй. Где сегодня Оскар Дэлой из «Голден Бой» промоцины и Мэгвезер промоцины, многие считают, что Лодь Мейвезер все-таки из другой лиги. Он слишком быстрый, слишком умный, слишком острый для прямолинейного Рикки Хаттона. И тем не менее, многие будут счастливы, если Рикки сможет выиграть этот бой. Никто не сомневается в штабе Рикки, в том числе и его тренер Билл Грэм, который предсказал. Первый противник, который станет для Мэгвезера настоящим кошмаром, это будет Рикки Хаттон в этом бою. Это событие идет под лозунгом «Непобедимый». И действительно, ни тот, ни другой за всю карьеру, а им уже под 30, не проиграли ни одного боя. Джо Кортес, рефери в ринге сегодня. Да, два непобежденных бойца, и кто-то сегодня сойдет с ринга побежденный. 65 килограмм, 770 грамм весит Рикки Хаттон. Ему 29 лет, у него 43 победы, 31 победа. Нокаутом 0 поражений. Да, двухкратный чемпион мира в прошлом. Да нет, трехкратный. Двух весовых категорий. Рикки Хаттон по кличке Хитмен. Хитмен это двояккий такой перевод. С одной стороны снайпер, с другой стороны наемные убийцы. Как хотите, так и воспринимайте. Хлойд Мэй Везер, 173 сантиметра рост, 66 килограммов. Тяжелее он немножко. Хаттона, 38 побед, 24 победы нокаута. Лучший боксер мира, вне зависимости от весовой категории. Самый быстрый. Гений защиты, как его называют. Чемпион мира, правящий чемпион мира, как его называют. Майкл Баффер. Красавчик Флой Мэй Везер. Мэй Везер. Надо сразу назвать несколько превходящих моментов, чтобы вы понимали, что может быть. Помимо всего прочего, первое. Рекки Хаттон очень легко рассекается. И это держит в уме Флойд Мэй Везер. Он может рассечь реки и выиграть за счет остановки рефери. Но есть слабые места у самого Флойда. Это его руки. Руки, которые у него часто ломаются. В общем, многие и эти факторы принимают в расчет. Тактика будет очень проста. Рекки Хаттон будет в атаке. Это боец, которого невозможно остановить. Невозможно. Это первое и второе достоинство Рекки Хаттона. Это, разумеется, количество ударов, которые он выбрасывает за рам. Поэтому многие, зная великолепные качества Флойда Мэй Везера, его чувство дистанции, его острый, быстрый джеб, его радар в голове, который просто, даже когда он не смотрит на противника, он чувствует, откуда ждать опасности, как уклониться, избежать ее. Многие считают, что в этом бою ему не удастся применить эти качества против Хаттона. Хаттон – это бульдог. С железной хваткой. С очень серьезным ударом. Но, в общем, многие искусственные бойцы доставляли немало неприятностей Хаттон. Смотрите, что в ринге творится. Хаттон уже нарвался на хороший удар справа. Мэй Везер, который прекрасно умеет использовать чувство времени, чувство дистанции, что называется, шкура, извините за грубость, чувствует и опасность, и свое положение в ринге. Мэй Везер может лишиться этих преимуществ только при одном условии. Если Хаттон сможет сковать его, стеснить. Чему, кстати, британец и стремится. И тот, и другой обладают довольно приличным ударом, хотя при всех своих достоинствах не считается нокаутером. Но, тем не менее, процент побед нокаутом у каждого очень высок. Остерегаться Мэй Везеру надо и очень неприятного удара левой. Я имею в виду удара Хаттона левой по туловищу. Пока что удается выкрутиться и с успехом выкрутиться Флойду Мэй Везеру. Дело в том, что все-таки Рикки Хаттон предсказуемый боксер. Очень многие считают, что вот победа Хаттона над Костей Дзю в Манчестере, которая подбросила его, в общем, на самый, так сказать, высокий уровень мирового бокса. Вот в эту самую стратосферу, когда Костя просто был измотан и не мог выйти из угла после 11-го уровня. Многие считают, что, во-первых, это произошло из-за Костяной ошибки, который принял эту тактику, хотя мог не принимать и наказать Хаттона неоднократно. Ну и понятное дело, что тогда одно слово Дзю значилось так много для всех, что, в общем, до сих пор считается, что именно вот эта вот победа сделала Хаттона Хаттон. Хотя в Британии он был очень популярен всегда. Попадает Хаттон слева. Хороший крюк. Был случай, когда Мэйвезер, в общем, оказался на грани поражения. Это первый бой его против Костирио, которого, кстати говоря, потом Хаттон баутирует. Многие считают, что он тогда проиграл. Я думаю, что вот Джоа Кортес сейчас неправильно поступает. Неправильно гасит порыв британца. Обратите внимание, на кого смотрит Джо Кортес, когда делает остановку. Здесь оба виноваты, в принципе, в этой грязи. Да, вот все то позерство, которое позволил себе Мэйвезер в бою против Оскара Делахои, здесь не пройдет. На британского бульдога это не действует. Что это было сейчас? Это было попадание слева, и Кортес вмешивается и пресекает атаку британца. Некрасиво. Кстати, не первый раз этот рефери замечен в таких вот неприятных вещах. Я помню очень хорошо, когда он был в ринге в бою с участием Костя Дзю и Леонардо Массо. Костя тогда четырежды сажал на пол Леонардо Массо, и в результате действий вот этого рефери была присуждена техническая ничья. Смотрите, как привязанно действует, преследует Мэйвезера Рекихата. Это то, за что его любят в Британии. И, в принципе, наверное, полюбят и в Соединенных Штатах. Костя Дзю сказал, Реки должен действовать против Мэйвезера так, как он действовал против меня в Манчестере. Понятное дело, 90% всех предсказателей, экспертов, знатоков, специалистов уверены в победе Мэйвезера в этом плане. Он же лучший боксер мира. Эмоции. Много эмоций в этом зале сейчас. Почему Кортес все время вмешивается в тот момент, когда какие-то шансы появляются у Рекихата? Ну, я могу, конечно, это объяснить. Думаю, и вы тоже. Мэйвезер, должен вам сказать, это мое личное мнение, конечно, не очень здорово выглядел и в бою против Оскара Делахоя. Боксера, который, в общем, уже считался отставником и считается до сих пор. Нет, нет, да. Оскар возвращается на ринг, но, конечно, это уже далеко не та звезда, яркая звезда. Так вот, Мэйвезер пропозировал весь бой, но ничего толком и не сделал. Сейчас, конечно, ему будет непросто. Поистине у этого Мэйвезера действительно какой-то радар в голове. Он не видит удара и все равно выворачивается. Фантастическое чутье. Да, Рекки Хаттен выглядел не очень хорошо в бою против Луиса Калаццо. Он залез не в свою весовую категорию. Там тоже, в общем, быстро понял, что это не его вес. И расслабляться в этом бою ему никак нельзя, потому что невероятно быстрый и ловкий Мэйвезер может преподнести немало сюрпризов. Он может наказать совершенно неожиданный момент, как вот сейчас было, когда внезапно Мэйвезер, который все время пятился от Хаттена, вдруг перешел в быструю атаку и успешную. Вот чего больше всего боятся в британском футболе. Вот этих травм, вот это рассечение может стать причиной поражения Рекки Хаттена. Это прекрасный повод рефери выдернуть доктора к рингу, и доктор может порекомендовать бой прекратить. И тогда Рекки Хаттен, надежда британского бокса, проиграет нокаутом. Это так и будет записано. Вот я бы все-таки хотел посмотреть повторы там, где есть хотя бы небольшой успех и у самого Рекки Хаттена. А эти моменты были. Раскрутка этого боя была невероятна. Помимо пресс-конференций в разных городах Соединенных Штатов и в Британии, была серия документальных фильмов, произведенные вот компанией HBO перед этим боем. Шум в прессе, в общем, промоушен на высшем уровне. Но надо признать, что на самом деле сейчас это самая интригующая была идея встречи Хаттена против Мейвезера. Да, честно говоря, я уже давно в таком положении Мейвезера не видел. В принципе, не видел никогда. То, что требуется. Мейвезер никогда еще не встречался с таким противником. Таким настойчивым, таким напористым. И с таким волевым. Все-таки Мейвезер действует точнее. Приходится признать. Перед боем Рекки Хаттен сказал, что я не буду по пуску тратить свои удары. Я буду стараться действовать точно. Но пока не удается. Потом не надо забывать. Мейвезер способен подчинить себе противника. Навязать ему ту тактику, которая ему выгодит. Причем, в отличие от многих, Мейвезер способен эту тактику менять. Мойвезер способен подчинить ее противника. заставить его устать рэки в этом раунде на пропускал уже столько ударов в общем хватило бы наверно иному бойцу и для побед но те кто знает хатана прекрасно отдают себе отчет что все еще можно только начинаться в этом бою не могу вам сейчас из-за шума перевести о чем тут речь идет не могу вам сейчас из-за шума перевести о чем тут речь идет смотрите сколько ударов пропустил хатан фантастическая скорость у Мейвезера ничего не скажешь он и бьет быстро и двигается быстро а самое главное думает быстро предвосхищая каждое движение противника это природа это невозможно поставить это талант который в общем дан природе делал в том что вот сейчас разглядывая что вытворяет хатан в ринге я никак не могу понять наверное где-то процентов 30 побед нокаутом который одержал рэки хатан были после удара левой по туловище в область печи вот за все эти предыдущие раунды он ни разу не ударил куда почему это происходит не могу объяснить как всегда Мейвезер наговорил кучу гадостей перед боем в адрес рэки хатана и возможно сейчас тут что-то личное вот эта охота за головой которую ведет рэки хатан я думаю она вызвана скорее эмоциям хотя он вполне способен сломать противника ударами в туловище а рэки пошел назад это вообще невероятно конечно конечно Мейвезеру очень выгодно во-первых вязать хатана здесь вблизи во-вторых он прекрасно знает напоминаю вам как легко рассекается рэки хатан ему достаточно ударить скользко по какой-нибудь брови и все повод будет для вмешательства доктора ну не надо забывать что при всех своих замечательных качествах как боксера Бойд Мейвезер боец грязный вполне может быть таким делает это сознательно достаточно вспомнить поражение от его рук любимца американской публики Артура Гатти после команды стоп он нанес апперкота сначала наложил предплечье на шею потом ударил после команды стоп вся публика была возмущена тем что его не дисквалифицировали ну а потом уже было дело техники добить потрясенного Гатти ничего не стоит не стоит но и я я Да, даст ли Хаттон подурачиться своему противнику? Очень это любит Флойд Мейвезер. Ему кажется, что помимо того, что он выигрывает бой, очень важно еще унизить противника. Но тут Хаттон, в общем, достает хорошим ударом по затылку Мейвезера. И с радостью Джо Кортес снимает очко. Ну, не поспоришь. Конечно, прав. Прав рефери. Но спровоцировал нарушение правил все-таки Мейвезер. Что там говорит? Стоп, стоп, стоп. Вот это чаще всего звучит здесь во время этого боя. Мейвезер, конечно, должен попозировать. Что там? Это уж слишком просто для хитрого Мейвезера. Да, у рефери хватает работы в этом бою, ничего не скажешь. Хаттон пытается то связывать противника, то атаковать с короткой дистанции. Все прекрасно понимали, какой тактики будет придерживаться Рэки Хаттон. Он другой просто не знает. Так себя вел в бою против Костидзю. Так себя вел в бою против других противников. Поэтому никакой загадки для Флойда и Мейвезера он не представляет. Вопрос в том, так сказать, в количестве движений. Будем так говорить, физическими термиями. Во-первых, Хаттон выбрасывает, мы уже отмечали, много ударов. И для Мейвезера наверняка была главная задача нейтрализовать вот именно эту сильную сторону британца. Погасить его, связать, не дать ему развернуться, что называется. Это первое. И второе, не дать ему действовать точно и прицельно. Хаттон вообще небольшой специалист по этой части. Конечно, его не сравнишь с Мейвезером. Но тем не менее, это как раз тот случай, когда количество бьет качественно. Но в этом бою пока это не просматривается. Каттон охотился за головой Мейвезера. Он совсем забыл про главный постулат классного боксера. Это действия по высоте, варьировать цели, ну и так далее. И вот однообразие в его действиях, это, конечно, работает против Рики Хаттона. Если в начале боя у Мейвезера были трудности с Хаттоном, то сейчас он его понял, он его вычислил. И он действует с ним совершенно спокойно, по-свойски. Что называется, бьет на выбор, что называется. Он переходит в наступление и делает это настолько блестяще, настолько убедительно, уверенно, эффектно. Конец раунда. Мейвезер дает поработать на противнике, которые ни разу не попадают. Похоже, плохой парень выигрывает у хорошего. Обращаетесь в сфере Joseph Убеев. Да, мейвезер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот против этого повтора не поспоришь. Это был почти разгромный раунд для Хаттера. Предыдущий раунд. Чем дальше мы углубляемся в эту схватку, тем больше недостатков Хаттера выявляет его противник. Флойд Мэйвезер. Я вот сейчас смотрю на этот бой и думаю о той схватке между Хаттером и Костей. Костя вполне мог сделать тогда то же самое, что делает Флойд Мэйвезер. Только не надо забывать, что у Кости удар-то потяжелее, чем у Мэйвезера. Обмануть, провалить, заставить потерять уверенность. Все на эти вещи Костя был большой маслом. А уже всадить хороший удар в качестве наказания. В этой части Костя был не Мэйвезер учитан. Зачем он тогда принял эту тактику? Рыгар Хаттерна до сих пор загадка для них. Рыгар Хаттерна до сих пор. Ну вот Костик тогда сыграл по правилам этой самой второй линии. Ну, что было, то было. Конец раунда. Хаттерн не может пока догнать противника. Не может навязать ему тот самый темп, который был в начале боя. Потому что все были уверены. Мэйвезеру не удастся отбегаться. Хаттерна и в начале боя оказалось, что вот эти предсказания сбудутся. А вот сейчас очень легко избегает контакта на Мэйвезер. Колоссальная поддержка у Рыгар Хаттерна здесь, в Лас-Вегасе. Я вам говорил уже, сколько британцев тут спустилось на эту землю с самолетов. Но, похоже, как раз тот самый случай, когда поддержка не помогает. Вот это тот самый случай, когда стиль делает боя. Разница в стиле. Это бойцы двух разных стилей. И стиль боксера, а не бойца, здесь выигрывает. Сейчас уже Джо Гортец не напрягается. Ему не нужно создавать выгодных ситуаций для американца. И так всё идёт под диктовку Мэйвезера. Да. Сейчас вопрос, пойдёт ли Мэйвезер на добивание. Конечно же он сразу попадает в объятие Хаттерна, которому нужно хоть как-то прийти в себя. Всё, выбрасывает полотенце. Британский угол. Шок и потрясение. Под британским флагом. И ликование под американским. Вы знаете, даже в Америке очень многие, если не большинство, хотело победы Хаттерна в этом бою. Но невозможно побить талант. Такой талант, как у Флойда Мэйвезера. Абсолютно без страха и укрёка. Боец, именно боец. Наткнулся на боксёра, обладателя фантастической скорости, фантастического таланта, чувствительности. Никого не интересует, какие они люди, вот именно в данный момент. Кто хорош, кто плох. Зрячим, что называется, видя, что происходит, хлестнул левым крюком Флойд Мэйвезер. Навстречу. Расчётливо и беспощадно ударить. А потом уже дело техники. Потрясённый Хаттерн так и не смог в себя прийти. Два удара слева. Третий пропускает Хаттерн. Вот сейчас на наших глазах произошло крушение британской легенды. Ригги Хаттерн повержен. И я даже не представляю, какие чувства обуревает сейчас Британия. В десятом раунде минута 35 секунд прошло десятого раунда. Итак, лучший боксёр мира, Флойд Мэйвезер, остаётся лучшим боксёром мира. Мать и жена Ригги. Представляю, что они сейчас чувствуют. Но такова судьба боксёра. Рано или поздно поражение настигает даже самых лучших. Увы, это законно. Ничего не поделаешь. Но должен вам сказать, что бой не обманул наших ожиданий. Я надеюсь, что вам понравилось то, что вы видели. Я на этом прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот однообразие в его действиях, это, конечно, работает против Рики Хаттена. Дима Торзок Дима Торзок Если в начале боя у Мэйвезера были трудности с Хаттеном, то сейчас он его понял, он его вычислил. И он действует с ним совершенно спокойно, по-свойски, что называется, бьёт на выбор, что называется. Он переходит в наступление и делает это настолько блестяще, настолько убедительно, уверенно, эффектно. Конец раунда. Мэйвезер даёт поработать на противнику, который ни разу не попадает. Покажи, плохой парень выигрывает у хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Флойд Мейвезер Я вот сейчас смотрю на этот бой И думаю о той схватке между Хаттоном и Костей Костя вполне мог сделать тогда то же самое, что делает Флойд Мейвезер Только не надо забывать, что у Костя удар-то потяжелее, чем у Мейвезера Обмануть, провалить, заставить потерять уверенность Все на эти вещи Костя был большой мастер А уже всадить хороший удар в качестве наказания В этой части Костя был не Мейвезер, а читат Зачем он тогда принял эту тактику? Рыки Хаттона до сих пор загадка Многие специалисты тогда считали, что в победе Хаттона в том бою Костя и Цзю никакой логики не было Там не было, попросту говоря Вот того доказательства, о котором мы говорили очень многие до боя Костя и Цзю с Хаттоном Что Хаттон из другой лиги Ну вот Костик тогда сыграл По правилам этой самой второй лиги Ну, что было, то было Конец раунда Хаттон не может пока догнать противника Не может навязать ему тот самый темп, который был в начале боя Потому что все были уверены Мейвезеру не удастся отбегаться От Хаттона и в начале боя казалось, что вот эти предсказания сбудутся А вот сейчас очень легко избегает контакта Мейвезер Колоссальная поддержка у Рикки Хаттона здесь, в Лас-Вегасе Я вам говорил уже, сколько британцев тут спустилось на эту землю с самолетов Но, похоже, как раз тот самый случай, когда поддержка не помогает Вот это тот самый случай, когда стиль делает бой Разница в стиле, верно Это бойцы двух разных стилей И стиль боксера А не бойца Здесь выигрывают Сейчас уже Джо Гортес не напрягается Ему не нужно создавать выгодных ситуаций для американца И так все идет Под диктовку Мейвезера Да Сейчас вопрос, пойдет ли Мейвезер на добивание Конечно же он сразу попадает в объятие Хаттона Которому нужно хоть как-то прийти в себя Все, выбрасывает полотенце Британский угол Шок и потрясение Под британским флагом И ликование под американским Вы знаете, даже в Америке очень многие Если не большинство, хотело победы Хаттона в этом бою Но невозможно Побить талант Такой талант, как у Флойда Мейвезера Отчаянно храбрый Абсолютно без страха и упрека Боец, именно боец Наткнулся на боксера Обладателя фантастической скорости Фантастического таланта Чувствительности Никого не интересует Какие они люди Вот именно в данный момент Кто хорош, кто плох Зрячим Что называется Видя, что происходит Хлестнул левым крюком Флойд Мейвезер Навстречу Расчетливо И беспощадно А потом уже Дело техники Потрясенный Хаттон так и не смог В себя прийти Да Два удара Слева Третий Пропускает Хаттон Вот сейчас на наших глазах Произошло крушение Британской легенды Риги Хаттон повержен И я даже не представляю Какие чувства Обуревает сейчас Британия В десятом раунде Минута тридцать пять секунд Прошло десятого раунда И так Лучший боксер мира Флойд Мейвезер Остается лучшим боксером мира Монни Монни Мейвезер Мейвезер Мать и жена Риги Представляю, что они сейчас чувствуют Но такова судьба боксера Рано или поздно поражение настигает Даже самых лучших Увы Это закон Ничего не поделаешь Но должен вам сказать, что бой не обманул наших ожиданий Я надеюсь, что вам понравилось то, что вы видели Я на этом прощаюсь с вами Желаю вам всего доброго До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok